коль скоро у меня попросили поделиться сокровенным я вам расскажу о том о чем я как раз сейчас пишу пару дней назад мне довелось участвовать совещание заседание вольно-экономического общества я рассматривался вопрос рисках касающиеся устойчивости нашей финансовой системы вот я там выступал самым последним время было очень мало я некоторые т.с. высказал должен ролик в сети появиться но некоторые важные я высказать не сумел сейчас я хочу на них обратить внимание первое вот представьте собирают серьезные ученые и практики обсуждают вопрос об устойчивости финансовой системы страны за главный доклад риски все хорошо кроме главного а что такое устойчивость финансовой системы никто не определил а я-то вижу по недомыслию или с умыслом вопрос устойчивости финансовой системы страны подменена вопросом устойчивости банковской системы то есть системы конкретных коммерческих учреждений кому-то может показаться что это одно и то же но мне кажется аналогия такая вот у нас есть президент его надо хранять да вот можно ли вопрос обеспечения безопасности президента подменить вопросом здоровья его охранников все скажут что без здоровых охранников хранить невозможно только одно нельзя подменить другим потому что этих охранников можно заменить на других на третьих этих можно выгнать точно также с финансовой системой то есть первый ложный посыл который я увидел во всем этом заседании во всем обсуждении что вопрос устойчивости финансовой системы призвано и обеспечить вообще весь народный хозяйственный механизм весь механизм экономики созидательной экономики страны подменен вопросом устойчивости конкретных коммерческих учреждений банков смысл жизни которых исключительно в извлечении прибыли значит второе тезис там же в заглавном докладе в самом начале были приведены потрясающие цифры на которые никто не обратил внимание хотя они вообще должны заставлять схватиться за голову и радикально изменить наше вообще представление о происходящем а цифры такие соотношение объемов финансовых активов вообще в стране и в банковском секторе конкретно так вот по разным странам бразилия сша китай ну много очень много в банках среда очень до 60 процентов всех активов стали точно в банках а в россии а в россии они дали цифру 85 90 процентов это что означает это означает что в россии как нигде в мире ростовщик зажирел и после этого рассказа сказки о том что банковская нынешняя система является кровеносной системой это полный бред абсурд и обман это кровеносная система которая гоняет глюкозу и сахар только среди себя а мозгу и мышцам ничего не дает а вперед кризиса вместо того чтобы подпитать мозг и мышцы реальный сектор экономика она еще больше вытягивает из них требует возврата долгов требует перезаключения договоров по два раза более высокий процент и после этого антикризисная программа правительства заключается в том чтобы дать эти деньги кому нереальному сектору экономики а это разжиревший абсурдный бессмысленно паразитической якобы в кавычках кровеносной системе которая и так замкнул на себя 85 90 процентов этих ресурсов я бы с чем это сравнил вот замечает на образ фильм республика шкит помню там был мальчик вот в этой ночной рубашечке в горошек который сначала сужал другим детям там по кусочек либо ты мне вернешь 2 и как он наконец стал таким ростовщиком у него горы хлеба он хочет дает хочет не дает картинка прекрасно описано а что такое наше нынешнее государство и наша антикризисная политика она выглядит так вот известны эти замечательные дискуссии как дать первичный толчок экономике разные экономисты предлагают разные в том числе давайте разбросаем определенное количество денег вот просто веером с самолета кому что достанется такие даже идеи есть на что делает наше государство она делает так представьте руководство интерната вместо того чтобы раздавать хлеб всем а этот гаденыш уж извините потом как-то всех перехитрит она сразу хлеб выдают этому гаденышу и только ему а он уже всех изначально не потому что он такой хитрый подлый они оказались слабы и голодны а потому что государство изначально хлеб раздает не всем а только вот этому ростовщику вот так вот это это подлое действие наши власти называют антикризисной программой значит я на заседании вольно-экономического общества сказал такую простую мысль что мы не первые на земле живем вся история европы это в том числе история постепенного разжирения ростовщика а затем что изгнание ростовщика а вместе с ним и целой нации еврейские погромы еврейские изгнание тогда ли по всей европе вся история европы но всегда причиной было что сначала монарх его окружение себя и всю свою страну или весь свой город втягивали в кабалу ростовщику а затем осуществляли изгнание вот россия дошла до этого момента в россии допущено что 85 90 процентов это не я утверждаю это было в докладе ректора финансовой академии при правительстве я надеюсь у него есть источники информации чтобы это все посчитать приведена цифра 85 90 процентов всех финансовых активов россии стоит точно банковском секторе ростовщик разжирел до невозможности я не призываю к погромам я призываю к здравому смыслу нужно суметь вовремя остановиться антикризисный не может называться программа правительства по выделению всего хлеба вот этому от ростовщику из фильма республики шкит хлеб должен распределяться среди людей финансовый ресурс должны распределяться в экономике в созидательной в реальном секторе экономики они в паразитическое участие а